Это говорит, потому что врач-паразитолог, это звучало, наверное, не очень красиво, но я всегда наблюдала, как говорил мой сын, он всегда ехал обычно в транспорте с нами на работу, и когда ему задавали вопрос, а кем работают твои родители, он всегда говорил, папа у меня шахтер, он гроз, а он говорит, а мама, а мама врач-паразитолог. Все так задумывались, говорит, это кто? А он говорит, а она борется с паразитами, а это паразиты, это кто? Он говорит, это черви. Ему было 4 года. Он в детском саду об этом очень часто много говорил. Вообще не уважать, наверное, этих существ просто нельзя. Я каждый раз готовлюсь к выступлению, я думаю, что можно показать, о чем можно сказать. Вы даже не представляете, какую мы миссию несем с вами на планете. Это такая важная, это нужная, это, наверное, самая главная задача, которую можно сегодня сделать. Ибо огромное количество людей, к сожалению, несут в себе эти существа и даже не знают. Ибо эти существа приводят к тому, что сокращают человеческую жизнь в два раза. Я хочу вам показать маленький клип. Этих людей вы всех знаете. И я всегда, с сожалению, смотрю, и мне очень больно, что эти люди ушли раньше из жизни. Это талантливые, это те люди, которые способны менять нашу жизнь и понимание. И к этому привели эти живые существа. Вы знаете этих людей. Это наши любимые киногерои. Это те люди, которые меняли наши отношения с нашей жизнью. Которые помогали бороться с теми страхами, с теми серьезными моментами. Вы знаете этих людей. Их, к сожалению, нет с нами. Потому что когда-то им было позволено внедриться в их тело этим маленьким существам, которые унесли в человеческую жизнь раньше времени. Об этом надо знать. И нужно всегда об этом помнить. И не позволять, чтобы они владели вашей жизнью, управляли вашей жизнью, сокращали вашу жизнь. Посмотрите, какие красивые люди. Какие красивые лица этих людей. Насколько они... Мы помним эти фильмы. Они нам давали жизнь. Они давали энергию. Они несли вот то, что нам порой не хватало. Поднимали дух. Творили. И этих людей нет сегодня. Я как врач могу сказать. Самое страшное сегодня это невежество человека, которое уходит от этой проблемы. На первое место выходит патология сердечно-сосудистая онкология. И, к сожалению, люди обращаются даже не на начальном, даже не на среднем этапе. А уже тогда, когда это немножко поздновато. Вот всё, что происходит в человеке, в течение сегодняшнего первого, первой половины дня, ту, которую вы слушали, я всё время думала и говорю, Таня, как-то много уделяется этому внимания? А потом думаю, нет. Друзья мои, вы представляете, какую миссию мы с вами несем на планете? Более 98% людей страдают этими болезнями. Я как врач, именно паразитолог, готовила огромное количество препаратов. Мне эти глисты очень были симпатичны. Правда, правда. Они очень симпатичны, потому что они умеют защищать себя. Они умеют вести так, что они не проявляют практически себя. Когда у нас в Харьковском мединституте повышения квалификации, я проходила именно курсы повышения квалификации по медицинской паразитологии, нам за кафедрой профессор, она объяснила. Это, к сожалению, но нам никто никогда не говорил. На кафедре медицинской паразитологии, когда мы проходили маленький участок этой дисциплины, о том, что всё, что связано у людей, связано в первую очередь с этим. У существами, которые живут внутри нас. Они способны жить во всех тканях и органах. Мы даже предположить не можем, где они могут быть. Они могут быть внутри эритроцита, они могут быть внутри наших органов, они могут находиться в лимфатической системе, они могут находиться в венозной, артериальной. То есть они где угодно могут быть. И когда обычно приходят, меня всегда удивляло потом, со временем, я же тоже врач, которого обучала моя дисциплина, им было более 60 дисциплин в институте. И о медицинской паразитологии говорилось мало. Мы точно знаем с вами, как это делалось. Когда человек приходил в больницу, вы помните, вот те, кто люди постарше, я не знаю, сейчас, может быть, уже так и не настаивают на этом, спичечный коробочек, да? Обычно говорили, вот вы вечером положите сюда кал, а утром принесёте. И можно было положить любой кал. И, поверьте мне, однажды мой папа почему-то так решил сделать. Это из его жизни. Папы, к сожалению, нет. Но он мне такой юморной был человек. И вот однажды он пришёл и говорит, Доча, я говорю, папа, что случилось? Он говорит, я сделал не душу на дом, и ко мне пришла бумага, и меня хотят лечить. Я говорю, папа, от чего? Он говорит, карликовый цепень. Я говорю, папа, ты где его взял? Он говорит, я взял у соседа в унитазе. Я говорю, зачем ты это сделал? Он говорит, ну, мне не получалось. Я говорю, а теперь получилось. Ровно полгода ты будешь, говорю, на учёте. И потом это правда была. Вы знаете, как мне приходилось тяжело потом доказывать, что у него нет карликового цепня. Но самое печальное, это то, что всего лишь 12% медицина может установить о том, что есть у человека какие-то паразиты или нет. Чтобы вы это знали. Всего лишь 12%. Потому что нужно точно знать, каждый гельминт имеет своё лицо, свою историю. Каждый паразит знает свой орган, время пребывания, время, когда он даёт деток. И это должны знать врачи. Многие этого не знают. Потому что эта дисциплина давалась всего лишь маленьким отрезкам в отдельной дисциплине. И медицинская паразитология. Я так рада, что она сейчас приобрела такую актуальность. А для меня один из самых главных решающих моментов это было принятие решения прихода в Коралловый клуб. Любите Коралловый клуб. Несите эту информацию. И восстанавливайте здоровье. И помогайте этим паразитам выходить наружу. Они хотят дышать кислородом. Я вам расскажу некоторые результаты и некоторые моменты. Однажды... Ну, ночь уж, ребята, всё происходит тогда, когда мы укладываем наших детей спать. Одна семейная пара звонит и говорит, вот страх такой жуткий, всё какое. Говорит, ребёнок съел целую баночку микрогидрина. И они говорят, что теперь будет? Я говорю, ну, что теперь? Ловите его вокруг дома, будет бегать целые сутки, потому что это же энергия. Они говорят, правда? Я говорю, правда. Они говорят, ну, не, ну, серьёзно. Я говорю, да ничего не будет. Просто смотрите за ребёнком и всё. Но ребёнок, как обычно, игрался, потом улёг спать, утром сходил на горшок, и вышло огромное количество аскорид. Чтоб вы понимали, целая практически банка микрогидрина. Насколько уникален наш продукт. Что сделал микрогидрин? Он создал невыносимые условия для круглых гельминтов. И они вышли. У них просто не было выбора. Чтоб вы понимали. Понятно? Похлопайте нашим микрогидринам. Много таких вещей. Давай вам покажем кое-какие картинки. Вот посмотрите. Они маленькие, микроскопические. Вот в центре вы видите ангелостому. Такая зубастенькая, с открытым ртом. Такой паразит уникален тем, что он проникает абсолютно через неповреждённые участки кожи. В основном этим болеют шахтёры. Вверху над этим рататеньким паразитом находится круглая аскорида. Она способна за сутки съедать 40 мл крови. Бойтесь этого. Не допускайте. Внизу под этим рататеньким паразитом находится клубок в кишечнике эритроцитов. Это то, что загубило, вернее аскориды, которые разрывают кишечник. Они способны подниматься куда угодно. Чтобы вы знали, аскорида самка до 40 см величиной способна проникнуть в сердечную мышцу. Видите, вот справа от вас рисунок вокруг этого центрального рататенького паразита находится разорванная сердечная мышца. Нельзя допускать. Нужно помнить, аккуратно относиться к своей жизни. Внизу находятся лямблии, которые абсолютно бесцветные. Их определить практически нельзя. Но они существуют. И огромное количество людей, к сожалению, их носят внутри себя. И такие маленькие, разные паразиты. Следующую картинку можно показать. Вот эти статистические данные, я даже думаю, они немножко уменьшены. Не 4,5 миллиарда, а чуть-чуть побольше. А вы знаете, что около 6 миллиардов человек находится на планете. Видите, практически около 80% это статистика. Но если мы как врачи можем за этим наблюдать, я вам говорю, что сегодня это бедствие. Потому что паразиты приспосабливаются настолько, они умные стали. Просто умные стали. Они живут по 2-3 вида внутри организма человека. И существует содружествие. Они делятся и друг другу дают поддержку. Следующее. Паразиты это те вещества и те паразиты, которые, вот, существа, которые не выделяют никаких полезных вещей. Они не могут сами себя кормить. Мы же можем с вами внутри, у каждого кишечника, 4 килограмма полезной микрофлоры. А у них этого нет. И они, естественно, все это пожирают. С огромным удовольствием. Поэтому для того, чтобы создать, вот почему биокрунда, мы очень много о ней говорим. Она способна подавить все то, что не свойственно для организма. Помочь, по крайней мере, создать те условия, которые заставят выйти этим паразитам при том, что вы можете им создать плюс дополнительно наши продукты. Я не буду называть антипаразитарную программу. Она сегодня уже звучала. Спасибо, Лилия. Спасибо, Татьяне. Неоднократно вы уже видели. И это все у вас есть. Следующее. Ну, будем говорить так. Очень мне нравится именно то, что наличие паразитов, это не вопрос чистых рук. Часто люди говорят, я мою руки, я мою овощи. Я всегда говорю, ягоды, во-первых, никто не отдает кипяточкам. Вы понимаете, если отдать кипятком любую ягоду, там ничего не останется. Но самое главное, что эти паразиты, я вам приведу простой пример. Вот есть острица. Вот ей практически поражается 100% все детское население, когда оно доходит до 7 лет. Острица настолько уникальный паразит, который дает созревание через 6 часов. Она выползает из прямой кишки ночью, когда расслабляется сфиндом. И она как из пульверизатора самка разбрасывает та-та-та-та-та-та-та-та яйца острицы. Ребенок она разбрасывает вместе с кислотой. И когда ребенок начинает почесывать рукой те места, которые зудятся, куда попала эта кислота, то под ногтями уже находятся живые яйца острицы. Он касается к лицу, он вносит куда-то к носику, и оно тут же проникает в организм. Кстати, приспособляемость какая их великая. Кроме того, яйца остеицы были найдены в Антарктиде. Ну, так вот получилось, и наши ученые, исследователи этим занимались. Так вот, когда ей создали нормальные условия, неизвестно, сколько лет она там находилась. Она ожила, и личинка стала жизнеспособной. Представляете, какая выживаемость у них. То есть нужно об этом, конечно, помнить. Дальше. Мы очень любим наших животных. Вот у меня, например, есть дома немецкие орчарки. У меня дома пять котов. Почему их пятеро оказалось? Потому что кошка родила, а мы не успели их куда-нибудь. Потому что Настя увидела, это моя внучка, а она следит очень внимательно за беременной кошкой. А она говорит, бабушка, котята уже родились. А раз родились, их никуда уже не денешь. Она считает их, и она за ними следит. И получилось так, что один котеночек застрял у нее. Мы делали ей кесарево. То есть убирали это животное. Точно так же за ним надо ухаживать. Она дворовая обыкновенная кошка. У нас свой дом. И вот получилось у нас их пятеро. И вот они сейчас бегают, носятся. И мы же их любим. Они нам нравятся. Мы их носим на руках. Они глазастенькие, лупастенькие, красивые, хвостик пушистый. То есть нельзя не любить эти существа, которые нам как себя доверяют. И естественно, что нужно делать? Проводить антипаразитарную программу. Мы им проводим? Конечно. Мы же их любим. Они нам нравятся. Настя носит в дом. Она заворачивает их в махровое полотенце. Она их нос от нос их чухает. Понимаете? Сказать, что нельзя, мы и говорим об этом. Но ребенок, он проявляет какую-то особую привязанность. Кроме того, большие собаки у нас. То есть у нас достаточно хозяйства. И мы все равно им всем. Тем проводим раз в три месяца, этим раз в полгода. И бывает раз в четыре месяца. Но обязательно проводим санацию. И мы стараемся проводить и тем, и другим. Но мы любим наши продукты. Единственное, что вот мы с вами как привыкли. Вот мы часто здесь говорим и здесь звучит. Что дали собаке или дали человеку, или дали одну таблетку и ушли. То есть нету никаких паразитов и нету никаких гельминтов. Но я всегда говорю, лучше, наверное, сделать нашими продуктами. Они не повреждают печень. Они помогают работать сосудом. Они делают шерсть у животных более красивой. И они не наносят такой вред, как наносит химическая продукция. Любая. Поэтому не забывайте про своих животных и, естественно, про себя. Коль вы их любите. Следующее. Это то же самое. Я думаю, что сегодня вы, наверное, обратили. Вообще, я не знаю, как в России. Вот у нас на Украине появились в ушах такие желтенькие кружочки. Вот кто замечал, что у животных есть? Поднимите руку. Знаете, что это? Это что? Какая прививка? Не прививка. Это стерилизация. Да, это стерилизация. То есть, чтобы животных как бы не отстреливать потом, просто они проводят вот такую как бы санацию, чтобы у них больше не было возможности бродяжкам размножаться. Дальше. Ну и это естественно, что вам придется выбирать, к кому вы себя относите, к дворняжкам или породистым? Если породистый, раз в три месяца. Вот если вы породистый, раз в три месяца. Вот как себя любите? Хотите, чтобы у вас волосы блестели, да? Я всегда, например, я смотрю, когда выходят много наших, вот тех людей, которые очень любят продукты, и они много говорят. Я не очень так вот. Вот знаете, мне коловада была больше симпатичная, она более красивая, коробочка такая, о ней говорить так было можно много. И я с нее начинала свой путь. Вода и коловада. Но когда я разобралась во всем, могу сказать всем, до единого человека, кто в этом сидит в зале, нам всем надо проходить антипаразитарную программу, как минимум раз в полгода, минимум. И хочу спросить, а кто еще не прошел? Поднимите руку. Не бойтесь, Казар закроет глаза. Молодцы. А остальные не слышали, я так поняла, да? Я так могу кое-кого спросить, что туда входит. Вот те, кто не поднял руки, я так поняла, все прошли. Может быть, в зале мне сделайте такую маленькую перекличку? Можно, да? Хорошо. Я это сделаю. Итак, друзья, я, конечно, пошутила, а в общем, вы должны знать, что если вы хотите чувствовать себя здоровыми, естественно, вы будете кушать петрушку, вы будете кушать зеленую массу, которая растет у вас в огороде. Вы обязательно будете пользоваться теми ягодами, которые растут у вас в огороде, или те, которые вы покупаете на рынке, у тех людей, которых вы знаете. Я, например, всегда задаю такой вопрос. Иногда люди смотрят на меня с изумлением. Когда они приносят, допустим, салат или какую-то зеленую массу, я всегда спрашиваю того человека, кто приносит. Я говорю, а овощи мыли? Он так на меня смотрит. Я говорю, а овощи, те, которые вы принесли, вы их мыли? Он говорит, ну, конечно. Я говорю, а вы их пробовали? Он говорит, нет. Я говорю, так мыли? Ну, конечно, мыли. Понимаете? То есть порой, вот для убеждения личного, хочется узнать, все-таки мыли или нет. Ну, хочется верить в то, что они мыли. Но вы должны просто понять, насколько важна антипаразитарная программа каждому человеку. Она не просто выгоняет не ваших жильцов, а она помогает вам укрепить ваш собственный иммунитет. У меня есть один в жизни пример. Почему я люблю коралловый клуб? Почему я люблю за то, что в нем есть? Эта любовь пришла не с первого дня. Я не сразу полюбила те продукты, о которых я сейчас говорю. Сегодня у меня появляется определенная паника. Я всегда захожу на склад Кричинском и говорю, что у нас на исходе. Он говорит, там вот осталось немножко там ассимилятора. Ну, сколько там? Ну, банок 30, 40 или еще что-нибудь. Я сразу закупаю. Если приходят туда наши протеиновые батончики, я не знаю, поскольку вы берете. Я говорю, мне 30 штук. А она говорит, осталось 20. Я говорю, ну, тогда 20. Точно так же батончики с черникой. Кто кушает? Уникальный продукт. Вот я практически... Не потому, что мне хочется оставить всех людей. Ну, пока, по крайней мере, никого нет. Но если кто-то есть, я спрошу, а кому нужны батончики с черникой? Если я хочу хитрый ход говорить, я говорю, кому не нужны батончики с черникой? Они не знают, что ответить. Я говорю, мне все. Понимаете? Потому что они несут здоровье. Это правда. И, наверное, это самое главное, чтобы вы осознали в своей голове. Если вы не будете бороться за свою жизнь, за вашу жизнь будут бороться они. И они вас съедят. Как и вам прогноз? Поэтому что нужно сделать? Открывайте, смотрите. Лиз черного ореха, иммуномодулятор. Научитесь читать правильные слова. Не говорите слово пищевые добавки. Это неправильно. Биологически активная добавка – это основа вашего клеточного питания. Это то, чего не хватает сегодня на столе из всех продуктов, которые мы с вами кушаем. Вот наша биологически активная добавка, она дается. И она имеет законодательную базу и в России, и в Украине, и в других государствах. Поверьте, и врачи об этом знают. Биологически активная добавка – это то, что нужно каждому человеку, каждый день, каждой клетке, каждой ткани, каждому органу вашему. Это то, чего не хватает. Пищевые добавки – это консерванты пищевой промышленности. То есть биологически активная добавка – это клеточное питание. Это государственные программы. Сегодня не даются спортсменам, ослабленным, беременным, больным. Я одно могу сказать. Слава Богу, что мы в кораллом клубе. И мы всегда говорим, мы здесь самые здоровые. Но я точно знаю, когда это была проведена и статистика, я очень много занималась. Здорового населения очень мало. И только потому, что есть у нас коралловские продукты, у нас рождаются коралловские дети, и вы можете себе помочь на любом этапе, когда бы вы не пришли в коралловый клуб. Поэтому любите продукты, цените их, творите. Допускайте любое творчество в употреблении этих продуктов. Мешайте, как хотите. Они все совместимы. Не придумывайте по пол капсулы, по трет таблетки, понюхать, попробовать, погрызть на левый зуб с правой стороны. Понимаете, они абсолютно допустимы в любом объеме, в любом количестве. Таня говорит, у меня есть моя жменя. Меня много и часто задают вопрос. Галина Петровна, можно ли пить или не пить? Я говорю, если хотите какать, пейте. Если не хотите какать, не пейте. Если хотите, чтобы почки не имели песка, пейте. Если вы бережете камни и выращиваете их, не пейте. То есть надо научиться людям говорить те вещи, которые они должны понимать. У меня у мамы была болезнь Паркинсона. Это тяжелейшее заболевание. До сих пор никто не знает, какая теология у него. Это тремор рук, тремор головы. И я поверила в этот продукт бесконечно, когда у мамы это ушло. Ей 88 лет. Эта женщина 20 лет носила очки. Она их сняла. У нее хорошая память. Это маленький гдомик. Еще живет вместе с нами. И мы рады, гордимся, что мы можем ей продлить качество ее жизни. Она понимает, она слышит, она ощущает. Вот для чего нужен Коралловый клуб. Я благодарна, Света, вашему мероприятию, потому что сюда выходят мамы, выходят те люди самые близкие, которые им помогли. Берегите самых дорогих людей в вашей жизни. И вам воздастся. Да будет жить наш Коралловый клуб. Мы его любим. Спасибо.